Итак, 17-й ход. Первым игроком становится Дженни Барнс. На этот раз у Дженни есть возможность использовать заклинание, причем действительно использовать. Но для начала давайте дадим ей ее доллар. Меняем 4 плюс 1 на 5 долларов. В фазе передышки мы ничего у нее менять не будем. Зато в фазе передышки мы увеличим показатель скрытности для ПИТа. Его скрытность равна 4, плюс 1 бонус от карты среды, минус 2 монстра, значит мы бросаем 3 кости. И нам везет с первого же раза. Мы можем передвинуться на 2 единички. Так как ПИТа уходит от портала, не закрыв его, жетон исследования портала исчезает. Так, раз. И куда бы нам направиться? У ПИТа мало здоровья, но у него хороший показатель воли. Так что мы в первую очередь восстановим здоровьица. Раз. И два. А Дженни у нас сразится с огненным вампиром. У него нет проверки ужаса, поэтому сразу переходим к проверке боя. Минус 2 плюс 4 равно 2. И нам нужно 2 успеха. И у нас есть один успех. Мы его победили с первого раза даже без заклинаний. Да, ты боец всех слабых уже положил, а сейчас пойдут одни только страшные. И нам будет каюк. И переходим к фазе мифа. Портал открывается на площади независимости. У нас в городе 1, 2, 3, 4 монстра. Значит, пятый монстр идет на площади независимости. У нас оказывается темный юнец. Да, скорее всего мы не будем соваться на площади независимости. Так как и звездные отродья, и темный юнец и так по себе сложные монстры. У них 3 капли крови. А уж тем более в комбинации с способностью шубникурата, которая дает плюс 1 каплю крови. Это значит 4 капли крови. Плюс мы не можем взять темного юнца как трофей. Как трофей, так как наш союзник Джон Ле Грасс покинул игру. Соответственно, на площади независимости мы пойдем уже в самую последнюю очередь. Далее смотрим, кто же у нас передвигается. А подождите, еще 4 монстра идут на окраину. Это у нас оказывается звездные отродья, еще один темный юнец, гуль и дуль. Гуль-дуль. Забавные названия, но монстры, конечно, довольно-таки страшные. И передвигаются у нас плюсики и полумесяц. Ну, у нас только один плюсик. Это звездные отродья. Он выходит на улицы. Да, добраться до психушки будет непросто. И далее смотрим, где появляется улика. Улика появляется в Неназываемом. Там портал, ничего не появляется. И читаем эффект самой карты. Все монстры в небе и на окраину города возвращаются в пол монстров. Ну, хорошо. Все 4 монстра, которые пришли, возвращаются обратно в пол. И на этом 17-й ход заканчивается.